Друзья, всем привет! Сегодня пришло время поговорить про восстановленный iPhone 5C, 5C, как он правильно называется, не знаю, который я заказал из Китая. Это восстановленный телефон. Я им попользовался и сегодня хочу рассказать вам о всех его плюсах и минусах, вообще стоит ли покупать именно восстановленный 5C из Китая, 5C iPhone. Стоит этот iPhone сейчас примерно 120 долларов за версию с 8 гигабайтами в встроенной памяти, это как у меня. Это самая низкая цена. Если вы берете на 16 гигабайт, то там уже цена будет на 20 примерно долларов выше, то есть 140 долларов. У меня самая дешевая за 120 долларов 8 гигабайт. Сразу вам скажу, что на 8 гигабайт вам лучше не брать. Если вы хотите именно себе купить телефон, iPhone, то 8 гигабайт вам просто-напросто не хватит. Берите минимум 16 гигабайт. На 8 даже не рассчитывайте. Вам их по-любому не хватит. Сейчас 8 гигабайт это просто смех. Вот. Я его взял для перепродажи. Ну и давайте, пожалуй, начнем. Начнем с комплектации. Что вообще, в какой коробке он поставляется. Ну вот, смотрите, на первый взгляд она очень похожа на оригинальную. Все, в принципе, достаточно аккуратно сделано. Но как только вы открываете ее, как только вы ее открываете... Во-первых, здесь нет наклеечек фирменных. Во-вторых, здесь сами вот эти вот бумажки. Видно, что не совсем симметрично нанесена здесь краска. То есть, не совсем он... Вот этот iPhone здесь симметрично расположен. Также надпись вот эта Hello. Но тут сразу можно сказать, что это не оригинал. Не оригинальная вот эта вся макулатура, естественно. Есть здесь скрепка, похожая на оригинальную i-скрепка. Вот. И дальше, самое интересное, это аксессуары к iPhone. Аксессуары здесь тоже не оригинальные, потому что оригинальные стоят очень больших денег. Вы знаете, Apple отличается тем, что у них там зарядка стоит там чуть ли не 2000. Вот. И поэтому, конечно, оригинальные вам сюда никто не положит. Естественно, это все подделка китайская, дешевая. Но подделка очень такого высокого, можно сказать, качества, которую не каждый отличит от оригинала. Вот посмотрите, как они выглядят. Естественно, на какой-нибудь там, допустим, первый взгляд вы их никогда не отличите от оригинальных, потому что они совершенно так же сделаны. Но по качеству звучания они, конечно же, проигрывают. Сильно проигрывают. И поэтому такими наушниками, которые поставляются именно с восстановленными iPhone, лучше не пользоваться. Лучше купить нормальные наушники. Вот. Зарядное устройство тоже не оригинальное. Ну и плюс еще идет зарядка Lightning. Но, чтобы вы не думали, что они там не оригинальные, придется покупать оригинальные обязательно. Нет. Они заряжают, наушники играют, но, конечно, качество совсем не то. Пользоваться ими, конечно, можно. Все это сделано ради экономии, это понятно. Просто я вам рассказываю, чтобы вы знали, что это все не оригинал. Но в целом, в целом, как вы видите, не знающий человек, конечно, это... Если вы дадите там человеку, который ни разу не видел iPhone и не разбирается, то он все это примет за чистую монету. И, в принципе, можно ему этот iPhone впарить, и он даже никогда не будет знать, что он восстановленный. Дальше переходим к самому iPhone, к самому корпусу. Вообще, когда к вам приходит телефон восстановленный, надо его очень хорошо рассмотреть. У меня есть некоторые к нему претензии. По первому взгляду, когда я его только распаковывал, мне показалось, что все просто идеально. Он просто нулевый, ну вот как будто только что с завода. Но потом, с течением времени, начали появляться небольшие косячки. Ну, во-первых, корпус вот здесь вот щелкает. То есть, с этой стороны корпус очень сильно влитую сидит на самом вот этом... Ну, то есть, вот эта задняя крышка зеленая, она влитую как бы садится на сам корпус. То есть, с этой стороны, где кнопки расположены. А вот с этой стороны уже есть некие продавливания. Продавливания и похрустывания. Вот. Тут почему-то он, не знаю, может тут какая-то защелка сломалась. Такое чувство, что его можно вот так вот просто взять и снять. То есть, здесь вот реально он немножко продавливается. И это мне не понравилось. Естественно, не понравилось. Потому что даже вот когда берешь телефон в играх... Вот, слышите? Здесь вот прям продавливается, не очень приятно. И, естественно, в айфоне, который вы покупаете в магазине, такого быть не должно. Следующий еще минус... Так, сейчас я вам покажу. Вот здесь айфон, вообще, чтобы его разобрать, у него есть два винтика. Вот здесь вот, снизу, возле зарядки. И они настолько маленькие, что самому их закрутить проблематично. И у меня один винтик выкрутился. Представляете? Выкрутился и как-то попал вот сюда вот в зарядное устройство. Сейчас я вам покажу этот винтик. Он настолько маленький, что потерять его просто очень-очень легко. Но я не потерял. У меня он, слава богу, остался. Вот он как выглядит. Вот, значит, он у меня вылетел. Как-то сам открутился. Не знаю, там, китайцы, наверное, его не до конца закрутили. И попал вот в это вот гнездо. Я, естественно, начал заряжать айфон. Втыкаю туда лайтнинг. Он у меня не втыкается до конца. Я вроде посмотрел, вроде там все чисто. Я думаю, ну почему он не втыкается? Начал еще сильнее, еще сильнее. И очень хорошо, что я его сам не сломал. Ни лайтнинг, ни вот этот разъем. И потом только взял фонарик, присмотрелся и увидел там вот этот вот винтик. Что он там застрял. Как-то он туда попал. Начал его вытаскивать. Взял циркуль. Вот этой иголочкой начал вытаскивать этот винтик. Кое-как вытащил, короче. И сейчас мне придется идти в сервисный центр. Потому что у меня нет такой отвертки. Ну вы понимаете, да? Тут винтик вообще как, не знаю, нано какой-то. Вообще тут таких размеров. И, естественно, его надо как-то закрутить. Видите, у него есть такая резьба. Тут нужна именно такая отвертка, очень маленькая, которая есть в сервисных центрах. Я схожу в сервисный центр и пускай они мне этот винтик закрутят. Возможно, да, он будет выкручиваться. Может быть там что-то с резьбой, какие-то проблемы, не знаю. Но тогда придется его посадить просто на клей. Вот. Естественно, за это я тоже отдам деньги. Никто мне бесплатно это делать не будет. Но я думаю, что это немного с меня возьмут. Потому что эта работа очень легкая. Просто закрутить, там, может, рублей 10-20 с меня возьмут. Это вот тоже такой неприятный момент. И что еще получилось, что это у меня не сразу на первый день, да, такое получилось. Он выкрутился где-то недели через три, может, через две. И у меня уже закончился срок, когда я мог подать жалобу на продавца, то есть открыть спор. То есть я уже хотел было написать, что у меня вот вылетел винтик, какая-то там качество сборки плохая. Я хотел потребовать у него деньги, чтобы сходить в мастерскую, чтобы мне его сделали. Но смотрю, у меня уже закончился срок обработки заказов. Я уже ничего сделать не смог. Я просто оставил там отзыв, что такие-то проблемы, но с продавца деньги не смог потребовать. Вот так вот у меня получилось, но такой вот тоже минус имеется. То есть по качеству сборки здесь, я бы сказал, он, наверное, на четверочку. В плане того, что камера, камера нормально ровно стоит. Вот здесь есть небольшая пылинка, вот здесь вот. Видимо, не совсем герметично было. Там, я не знаю, когда собирали, пылинка вот сюда вот попала. То есть она не на поверхности камеры, а внутри там. Ее уже никак не убрать без разбора самого корпуса. Вот, ну а так, по первым впечатлениям, все работает. Кнопочки нажимаются. Как я говорил в этом, в распаковке этого телефона, вот эта кнопка немножко ходит, образует вот такую щель. Не знаю, это нормальное? То есть на невосстановленном айфоне тоже так это получается или нет? Я не знаю. Но тут она вот так вот как бы ходит. Вот. Кнопки все работают. Вот эта вот кнопочка работает. Вибрация работает. Но об этом я сейчас тоже все расскажу. Включаю телефон. Вот так вот выглядит рабочий стол. Я тут ничего не менял особо. Что мне не понравилось еще, сразу скажу, пока помню. Когда вы заходите в App Store и начинаете скачивать какую-то программу, вот я сейчас скачиваю игру Nova 3, она очень-очень-очень-очень-очень медленно скачивается. Я не знаю, с чем это связано. Вот смотрите, сколько скачалось вот этот кругляшок. Видите? Он должен полностью вот так синий штучкой вот эта заполнится, тогда игра скачается. И у меня он уже минут 20, наверное, скачивается. И смотрите, сколько скачалось. Ну, наверное, процентов 15, может быть, 20 максимум. Почему так? Я не знаю. Возможно, здесь что-то, какие-то неполадки с антенной. Смотрите, да, сколько идет-то загрузка. Сейчас время 7.53. И вот сколько у меня сейчас загрузилось игры. Я не знаю, правда, с чем это связано. Может быть, это нормально, на всех айфонах так. У меня просто никогда не было айфона именно из магазина, я никогда не пользовался. Вот. Но вот это меня очень сильно расстроило. То есть, чтобы скачать какую-то игру... Да, понятно, что Nova 3, эта игра не маленькая, она весит где-то 2 гигабайта, наверное. Но столько скачивается, ее надо скачивать, наверное, часа 2, может быть, даже 3, чтобы полностью скачать. Вот. Это мне не понравилось. Следующий момент, о котором я хотел рассказать. Есть такой сервис, который проверяет ваш айфон по серийному номеру, либо по e-mail. Я пробил этот айфон. Да, он определился как айфон 5C на 8 гигабайт. То есть, это оригинал. Это... Именно никакая не подделка, с этим проблем нет. Еще есть такая программа Battery Life. Здесь она показывает вам, получается, сколько... Так, как это показать... Насколько батарея у вас просажена. То есть, как это объяснить? Батарея свойственна разряжаться с течением времени. То есть, она теряет свою емкость. То есть, допустим, у вас сперва идет батарея 1500 мАч на телефоне, заявлено, да? Через год у вас она теряет емкость. Ну, например, становится не 1500 уже, а 1000 мАч. И вот здесь как раз эта программа проверяет, насколько батарея изношена. И у меня показалось, что на 8% батарея изношена. И это считается хорошим показателем. Это меня порадовало, что батарея здесь не убитая. То есть, ее хватит, я думаю, на год, а может быть даже и на полтора года. Вот. И еще меня порадовало, что разряд батареи, он стабильный. Нету никаких проседаний там, что бывает, допустим, батарея разряжается до 15%, останавливается на этом уровне, стоит, и потом резко телефон у вас выключается. То есть, таких проблем нет. Разряд идет именно ровно, без всяких там колебаний. И, в принципе, меня это устраивает. Зарядки хватает примерно на, ну, не на полный рабочий день, но до вечера. Где-то до 8 вечера. Вот так вот хватает заряда полностью от 100 до 0. При этом мне понравилось, что телефон очень быстро заряжается. Потому что емкость батареи небольшая. И заряжать ее, естественно, быстрее, чем какой-то там телефон с большой батареей. Емкость, как вы видите, 1380, это должна быть. Но у меня она сейчас 1252 мАч. Вот. Это именно сейчас. Вообще, должна батарея быть 1500. Но у меня она уже просела до 1380, как видите. В принципе, это небольшое проседание. Это в пределах нормы. Если бы она была просажена на 50%, то это, естественно, было бы уже другое дело. Вот. Теперь расскажу вам про техническую часть. С технической части что вообще, получается, вам нужно сделать? Приходит он у вас на английском языке. Вам нужно поставить, естественно, в настройках русский язык. Выставить свой регион Россия. Поставить сим-карту и все. В принципе, вы можете уже пользоваться. Сим-карту он у меня без проблем прочитал Теле2. Без проблем заходил в интернет через 3G. Кстати, эта модель может быть как 4G, так и 3G. Там она различается немножко. У меня модель 3G. Более дешевая. То есть, это модель А1532. Есть еще модель А1507. Вот она идет с 4G. То есть, с российскими частотами. Но она стоит дороже. И, в принципе, если вам 4G не нужно, можете брать вот эту модель подешевле. С сим-картой здесь проблем нет. То есть, пользоваться им реально можно. И по железу. Здесь меня тоже порадовал телефон. Здесь установлен процессор Apple A6. 1 гигабайт оперативной памяти. И, на самом деле, все достаточно быстро работает. Не сказать, что прям летает. Но в сравнении с iPhone 4s, который у меня был, здесь, конечно, все гораздо быстрее. И заметно, заметно именно, что выросла производительность с предыдущим поколением. iPhone 4s, я когда получил его попользоваться, я реально понял, что это уже прошлый век. Им уже нереально просто нормально пользоваться. Все очень медленно было. То есть, не было никаких там лагов, знаете, как на Android непонятных. Когда у вас просто зависло что-нибудь или что-то вылетело. Нет. На iPhone'ах такого я не встречал. Просто старые iPhone'ы, они работают очень долго. Вот, допустим, я запускаю календарь. Вот, у меня он запустился. На iPhone 4s это бы происходило в два раза дольше. Вот, здесь, в принципе, все достаточно быстро, видите, да? То есть, пользоваться именно можно. Еще производительности хватает. И в играх, между прочим, тоже. Игры идут вообще без проблем. Даже самые новые. Вот я делал отдельное видео про игры. Я вам скину ссылку в описании. Можете посмотреть, как игры идут на этом телефоне. И вот сейчас скачиваю новое. Но оно будет скачиваться еще очень, наверное, долго. Потому что я уже объяснил, что все скачивается отсюда почему-то очень долго. Видите, да? Сколько она... Насколько она продвинулась. Практически вообще не продвинулась. Хотя уже прошло сколько времени. Вот. Так что по железу, по железу именно здесь все в порядке. Обновился я на iOS 9.3.1. Тоже без проблем, вообще без всяких. И я думаю, что даже дальше, возможно, они сделают поддержку iOS 10 на этом телефоне. Потому что процессор, как вы видите, еще тянет. Нет никаких особо тормозов. Поэтому я считаю, что в принципе этот телефон по железу еще актуален. Будет как минимум год. Потом уже, конечно, можно переходить там на 5S. Или на 6. Вот. По технической части я вам рассказал. Все вообще отлично. Никаких претензий нет. Единственное, вот то, что скачивается долго. По звуку мне понравился звук. Именно звучание. Динамика. Так же, как меня слышит собеседник. Все вообще четко. Никаких проблем не было. Так что, ребята, по технической части здесь все в порядке. Какие советы вам могу дать? Ну, смотрите. Во-первых, когда вы его покупаете, все отлично проверьте. Все качественно, тщательно. Все. Попробуйте Wi-Fi там проверить. Проверить камеры две обязательно. Скручивать как-то корпус. И сразу пишите продавцу о каких проблемах, какие у вас возникнут. Возможно, у вас получится немного денег отсудить. Вот. Так же, что еще хочу сказать. Не берите на 8 гигабайт версию, как я уже говорил. Ну и, пожалуй, наверное, все, что еще посоветовать. Можете еще, знаете, как сделать. Допустим, когда вы купили вот такой iPhone для себя, восстановленный. Возьмите какую-нибудь хорошую зарядку фирменную для него. Не надо пользоваться вот этими, которые идут в комплекте, потому что они, возможно, вам испортят аккумулятор. Испортят аккумулятор. И лучше не надо пользоваться этим фуфлом. Вот. Берите какую-нибудь хорошую зарядку фирменную. Там много китайских есть производителей, которые выпускают именно качественные зарядки. Можете посмотреть там по отзывам и взять себе такую вещь. Вот. По камере. По камере давайте еще вам расскажу немножко. Камера в iPhone мне понравилась. 8 мегапикселей. Кстати, фотографии все. Все фотографии, сделанные на этот телефон, будут в описании к видео. Я оставлю ссылку на Яндекс.Диск. Там вы можете посмотреть оригиналы фото без всяких сжатий, без уменьшений. То есть, видите, да? Камера, хоть как бы телефон и старый, но камера до сих пор здесь дает прикурить многим китайским телефонам. Ну, я сравниваю все с китайцами. Конечно, с новым iPhone это не сравнится. У какого-нибудь там, у шестерки, там у 6s, конечно, будет все круто, круче. Ну и здесь, в принципе, тоже все неплохо. Вот фронтальная камера. Тоже неплохо, мне кажется, снимает. То есть, ну, в принципе, я могу его рекомендовать, этот телефон. Он стоит своих денег. Может его в любой момент перепродать. На них огромный спрос. Также мне понравился вот этот корпус. Он приятный довольно на ощупь. Мне кажется, он даже удобнее, чем обычная пятерка, потому что там вот эти грани, они острые. Здесь они более закругленные, не впиваются в руку. Поэтому он удобнее лежит. Ну и плюс вот эти цвета. Много есть различных цветовых решений. Я вот взял зеленый, потому что он был самый дешевый. Есть желтый, розовый, голубой, белый. То есть, на любой вкус. Вот. Ну и, пожалуй, наверное, все, ребят. А еще хочу вам сказать о таком минусе, небольшом, но это я говорил в разных обзорах тоже. Динамик. Вот этот динамик, он не закрыт никакой пленочкой. То есть, ну, как сказать, он утоплен в корпус. И, как видите, там собирается пыль. Это меня просто бесит, почему производители не могут сделать вот тут такую защитную, как бы, ну, защитную вот эту штучку поставить здесь, чтобы он не был утоплен. Я не знаю. Вот как на Самсунгах они догадались здесь поставить такую решеточку. И туда ничего не попадает. Здесь вот такого нет. Все. Наверное, я все рассказал про этот айфон. В целом, в целом я доволен. За свои деньги, в принципе, нормально. Понятно, я ожидал, что будут с ним какие-то проблемы. Они вот появились, но они не критические. Потому что бывает у людей там не работает Wi-Fi. И это уже серьезное, как бы, дело. Без Wi-Fi уже никак. Ну, а вот без этого винтика, конечно, можно прожить. Что еще там? Со скрипом вот этим тоже можно прожить, как бы. Из-за того, что скачивается долго тоже. Ну, вот смотрите. Скачивается, конечно, это самая, наверное, больная проблема. Вот сколько она будет еще скачиваться, эта игра. Смотрите, сколько времени уже и сколько она скачалась. Wi-Fi показывает, видите, три полоски. То есть, я сижу вот буквально от роутера, наверное, в двух метрах. То есть, здесь Wi-Fi просто прекрасный. И скорость большая. Но почему-то так все медленно работает. Вот. В App Store я, как вы поняли, уже тоже зарегистрировался без проблем. Создал Apple ID. То есть, ну, это реально оригинальные iPhone. И все, как у iPhone. А здесь все такое же. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Задавайте свои вопросы. Я оставлю ссылку на этот телефон в описании к видео. Оставлю ссылку на фотографии, которые я сделал с этого телефона. Камера, как я понимаю, здесь оригинальная. То есть, ее не меняли. Как фронтальную, так и основную. Снимает достаточно неплохо. Плюс я оставлю видео, как телефон-то записывает. Тоже ссылки на YouTube. Я залью видео, как записывает фронтальная камера. И основная. Вот. Ну, короче, все ссылки, которые я оставлю, посмотрите. Там много будет всего полезного и интересного. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.